Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Джо, и прошу прощения за свой немного простуженный голос, но я вроде чувствую себя немного получше, так что можно вернуться к нашей серии похождений в мире RimWorld, где наши три выживанца, Уфа Квина и Опиона, пытаются хоть как-то справиться с тяготами и лишениями этого страшного места, этой страшной планеты. И закончили мы на том, что наши исследования не прошли даром, мы изобрели аккумуляторы, точнее научились изобретать аккумуляторы. И это первым делом нужно сделать, я считаю, нужно расположить где-нибудь приятное местечко и накапливать незадействованную электроэнергию для будущих целей, конечно же. Я здесь соорудил, сейчас пока ковырялся, тестил новые настройки, я просто купил новый монитор и я все еще не понимаю QuadHD и прочие настройки, так что если будет очень сильно лагать, значит я настроил очень криво ОБС. Можете написать об этом в комментариях, но скорее всего я запишу пару видео, так что ваши отзывы ни на что не повлияют. Но вот не столь страшно. Вы можете ворваться в мой дискорд, ссылка есть в описании и там по самую матери меня отхерососить за все косяки в монтаже. Я думаю, можно где-то здесь расположить пару аккумуляторов и подсоединить их к отдельной линии. И в случае недостатка электроэнергии, то есть зарядить их до какого-то состояния, в идеале, конечно же, до максимума. И в критической ситуации переключаться на энергию от аккумуляторов, а так, чтобы напрямую работало от ветряка. У нас не так много электроприборов, на самом деле у нас плита, кстати. У нас достаточно пищи, так что плиту можно переключить на вторую линию, чтобы она не тратила электроэнергию. У нас в принципе только кондей и три лампочки здесь будут висеть. И один ветряк это может потянуть. 200 ватт использует кондиционер, 10 ватт лампочка. И он вырабатывает даже вот сейчас при условии, что он вообще просто на минимуме 516 ватт. Тут будет еще второй кондей, чтобы охладить комнаты и охладить трахание. Прошу прощения, я самый французский. Но это уже не столь критично. Я бы применил с пользой нашу холодную комнату, нашу морозилку и охладил соседний. Но как бы здесь все нормально. 13, 17, здесь хватает испарителя, все нормально. Так что я наверное здесь поставлю один аккумулятор. Просто вот вообще как бы крайний. Здесь проведем провод. Я не помню, по-моему до аккумуляторов надо полностью провод проводить. И эту комнату... А надо ли ее отделять? Надо ли? Взрывается при перегреве или попадании влаги? Ну, наверное да. Наверное стоит сделать. Ну, от влаги мы можем защитить. Но в этом месте не, а борт. Аборт. Здесь же горячий воздух будет выходить в эту комнату. Так что этот вариант для нас не очень-то полезен. Мы можем поставить аккумулятор где-нибудь здесь. А здесь опять же винтуха будет выдувать сюда горячий воздух. Можно расположить здесь в комнате для пленных. И... Да, наверное не самый плохой вариант. Ну и если бахнет, как бы не... Обычных колонистов не тронет. И тут не так много провода. Нужно всего 4. Наверное да. Установим здесь. Это отгородим. Здесь будет сухо и прохладно. Если это будет необходимо, мы здесь сделаем вентиляцию. И отсюда прохладный воздух из пещеры будет попадать в комнату. И нормально. Нормально. Если что, можно будет здесь сделать вентиляцию. Здесь огородить. И тепло наоборот загонять в эту комнату зимой. Что ж. Наверное, сегодняшняя цель. Или цель сегодняшнего видео. Отгородить вот этот участок. Вот эту территорию. Ну, как минимум одной, хотя бы, стеной. В идеале двойной стеной. И построить киллбокс. Хотя бы внешнюю его границу. И... Русский язык сложный. Отгородить эту территорию, чтобы все появившиеся противники должны были проходить через пещеры и заходить со стороны киллбокса. Здесь у нас уже ограждено двумя стенами. Там можно зафигачить третью. В идеале, конечно, я бы на эти стены особо не рассчитывал. Потому что территория будет расширяться в эту сторону. И у меня еще есть вопрос к вам. К экспертам в комментариях. Я установил мод, который называется Z-Mod. Или Z-Mod. Который добавляет возможность строить вторые этажи или подвалы в зданиях. И, в принципе, если мы опустимся в подвал, то вся эта карта станет доступна, типа, залитая камнем. И мы можем огромную шахту построить размером с вот эту вот центральную площадь, которую я хотел замутить. И мы можем сделать вот это здание под землей. То есть у нас наверху будет мини-база с мини-защитой. Такая прям аккуратненько маленькая. А внизу будут проводиться огромные раскопки, где будет шикарнейшая подземная база. Если вы за такую идею, обязательно поддержите ее в комментариях. Если нет, то я просто на поверхности это все зафигачиваю. Здесь сделаем стены. Здесь сделаем вход в киллбокс. Огромная территория. Здесь поставим, если что, турельки какие-нибудь. Или внутри на территории турельки. Я просто не знаю еще насчет задмода, если мы построим подземный город. Какова вероятность того, что черви вылезут. Если высокая, то как бы... Ну, это очень гиблое дело. И такую территорию будет очень сложно защитить. А если все там не так критично, то как бы да. Ну, если там постоянно инфестейшны будут, то это добавит челленджа, конечно. Ладно, не суть. Начнем строительство вот этих стен. Я хочу, чтобы кто-нибудь из ребят занялся тем, что начал перерабатывать мрамор. Еще здесь есть стены из гранита. Здесь, по-моему, еще стены из сланца чуть-чуть были. Их можно тоже разобрать. Уфа, я хочу, чтобы когда ты проснулся, чтобы ты перенес... Блин, я хотел, чтобы когда проснешься, но... Уфа, извини, я испортил тебе сон. А, нет, все, он пошел спать. Так, уберем новость об аккумуляторах. Нужно место медитации. Ха. А у нас есть какой-нибудь медитационный коврик? Мы можем зафигачить его у тебя в комнате. Может быть, стоит расшириться и сделать комнату для развлечений для наших колонистов? Я не хочу особо в это углубляться, на самом деле. У нас есть колышек? Одного колышка, конечно, недостаточно, безусловно. Нужен бы еще, наверное, стол для покера или хотя бы шахматный стол. Мы можем обеспечить наших колонистов шахматным столом, наверное. Поставить его особо негде. Не суть, не суть. Это пока не столь критично. Все-таки первые дни, и... Мы еще углубимся в эту идею. Так, кто из ребят может в добычу, в изготовлении блоков мрамора? Да, давайте глянем по работе. Художник, кузнец. Че там используется? Садовод. Копание. А че, копание? Это... Не че, копание, а... Что, копание? А, разрабатывать карьер. Это не то. Этим будут заключенные заниматься. Рефайн. Кемфьюэл. Художник, портной, кузнец. На кузнях, на станках изготавливают оружие и снаряжение. Фабрикейшн, это, видимо, да, броня, оружие, дракс, наркотики. Подожди. Ремесло, да? На станках работы, не требующих специальных навыков. Резка камня. И у нас Квина этим занимается. Но Квина также занимается исследованиями. Я бы хотел, чтобы она сделала геотермальную энергию как можно скорее нам. Потому что у нас здесь гейзер, здесь гейзер, здесь еще один гейзер. Мы вообще просто погрязли в гейзерах. И установка хотя бы двух из них вообще обеспечит нашу колонию, наверное, до лейтач или не до конца игры энергии. Ну, пусть Квина поспит. Замутит. Будет заниматься резкой камня. Отнести на лучший склад. Да, наверное, можно складывать на пол. Нет, наверное, нет. Пусть несет на склад. Я подозреваю, что нам необходимы вот эти плохие парни под названием компоненты. Я не вижу, сколько здесь штук, но добыть все здесь. И добыть, если что, еще здесь. У нас миллион железа. Миллион железа. А что у нас? Как обстоят дела с богатством? Мы завалились в 15 тысяч. Меня пугает, что это может привести к серьезным рейдам. У нас здесь есть мизерная защита. Мы можем поставить одного колониста здесь, другого здесь и встречать противников просто лоб в лоб. Прятаться на своей же территории и пытаться выживать хоть как-то. Уфа, чем ты занимаешься? Ты хорошо проводишь время, я смотрю. Давайте снарядим его на постройку стен из мрамора, наверное. Пускай это будет стена из мрамора. Здесь есть пара мест, на которых нельзя строить, да? Ок. Но проблемас. Мы просто сдвинемся на одну ячейку вперед. Поплевать. Видимо, там какая-то болотистая поверхность, и там нельзя строить. Это не важно. Да, вот здесь можно построить на протяжении всей этой дорожки. Здесь нельзя в паре мест. Но там, наверное, можно установить мосты, да? Да, вот здесь. Здесь-здесь сделаем. И, наверное, в этой части как раз сделаем дверь. Да. Сделаем так. И установим здесь... Пускай будет деревянная дверь. Так, Квина. Че делаешь? Квина, ты молодец. Давай, это будет твоя вторая обязанность. Это ты большая, молодец. У тебя ремесло на первом уровне. Ученый на втором. Управление. Все отлично. Садовод. У нас дерево уже предостаточно добыто. Да? Зараза, приходится ее микроменеджить постоянно. Так, ну все. Она сейчас должна увлечься резкой камня. Я тебя прошу. Я тебя умоляю. Поселение не назначен стонкатинг. Это отдельная работа? О, господи. Опа. Налет. Артель Тоски знакомая. Враждебные пираты из фракции Артель Тоски расположились поблизости. У противника уйдет какое-то время на подготовку перед атакой. Приготовьтесь к обороне или нанесите упреждающий удар. В приближающейся враждебной группе есть пираты, которых знают ваши поселенцы или пленники. Помните, что несмотря на это, они все равно будут атаковать друг друга из-за плохих отношений их фракций. Эти люди гренадер Рига для жительницы Квина. Любовник. А, он в Солянова хочет, да, ворваться? Что у него есть? Нож из стали. У него есть коктейли Молотова. Что он умеет делать? Жутковатое дыхание. Пессимист еще и жадный. Не может заниматься уходом. Но это не столь важно. У нас медиков предостаточно. Что у него по здоровью? Он полностью здоров. Единственная проблема в том, что он пессимист, и у него постоянно минус 6 дебаф будет висеть. То, что у него жутковатое дыхание. Тяжело дышит, при этом постоянно потеет. Многие люди считают это жутковатым. Я в реальной жизни, абсолютно точно. Требует для себя поистине впечатляющую спальню. У него портится настроение, если он не получает того, что хочет. Скорость поглощения пищи 133. Но он хороший переносчик. Не спида, конечно же, а всяких разных предметов. Грузоподъемность x 150%. Они не могли написать, что на 50 больше процентов 15? Зачем? Зачем какое-то умножение применять? Зараза. Он не очень хорош. Но у него 17 коктейлей молотого. И у него еще рюкзак есть, который мы можем дернуть и использовать. Мы можем постараться как бы его не убить. Но мы можем втроем зарашить его в мили. Проблема в том, что у нас у всех ножи. Если мы его не укокошим, можем взять его в плен и просто отпустить. Он не умрет. Квина не получит дебаф за убийство любовника. И как бы у нас идеальная ситуация получится. Уфа, мне надо, чтобы ты достроил прямо сейчас. Прямо сейчас. Я понял, что ты уже начал фигачить стену. Я понял, что у нас есть немножко мрамора, который Квина наделала. Мы можем, кстати, сталь применить. У нас огромное количество стали здесь. 400 единиц. Здесь еще добудется... Здесь еще сталь. Мне кажется, вот эта жила вообще насквозь проходит. Мы можем одну из стен сделать стальной здесь. Я бы не хотел, чтобы они его убили. Но... Апиона очень хороший стрелок, да? Нет, дальний бой 5. Квина 7. Ну, у нас такие себе стрелки, поэтому... Рандомный какой-нибудь хэдшот может прилететь и дядьку убить. Я боюсь, если он подберется близко... О, кстати. Залежи нефрита. Можно их вырубить и продать соседним фракциям. Я бы хотел его просто вырубить и... Подхилить и... Выпендрить обратно. Пусть валит. Это, возможно, даже улучшит наши отношения с фракцией пиратов на некоторое время. Он некоторое время будет готовиться? Нет, нет. Он... Он идет. Он идет. Я все равно хочу, чтобы... Уфа... Построил эту стену. Нет, он некоторое время будет готовиться все-таки. Уфа, как поешь? Так, у нас... Почему у нас постоянно не хватает дерева? Уфа. Это важнее. Сруби, пожалуйста, дерево и закончи тюрьму. Квина, ты чем занимаешься? А, ты гуляешь. У тебя все нормально. Справедливо. Уфа, пожалуйста, быстрее. Я хочу сделать все максимально аккуратно, насколько получится. Сколько здесь нужно? 5 дерева. 48. А здесь еще 20. Там, я думаю, мы справимся. Он начинает нападение? Нет. Аптовый торговец с фраг... Они его убьют сейчас. Не вовремя. Не вовремя. Нет, нет, они прошли мимо. Но в любом случае, если он будет рашить, он все равно с ними встретится в этой территории. Да, он погибнет. Скорее всего. Что ж. Но убьем, по крайней мере, его не мы. Не, возможно, он даже не погибнет сейчас. Уфа. Что ты делаешь? Пожалуйста, дострой. Я тебя прошу. Спасибо. Спасибо. И, наверное, нам нужно батарейку точно так же отдельно построить... Построить выключатель, наверное, к батарейке. Зараза. Я не продумал. Ладно. Сперва вопрос с Рига. Где он там тусит? Я его потерял из вида. Он уже умер? А, вот он. Он... Ему очень... А, все. Он вырублен. Сколько у него? У него есть пять часов. Это будет тюремная комната для пленников. Уфа. Я тебя прошу. Захвати Рига. Сколько у нас еще? Четыре часа. Ты шо сделал? Он шо, сдох? Он умер от потери крови. Неловко. Надо было его просто раздеть и... Квина. Умер любовник Рига. Я считаю, что... Умер твой любовник, ты его и будешь хранить. Минус шестнадцать. Черт возьми. Кто у нас самый лучший по общению? Умственный труд общения восемь. Общения девять. Апиона, я понимаю, ты сильно занята, но... Катись, пожалуйста, поторгуй. Нам нужно слить. Надо было, наверное, с него шмотки снять и продать им хотя бы за копье. Ну ладно. Так. Что у вас есть? Привет. Привет. У нас целых одиннадцать единиц серебра. Но мы можем вам продать тактический жилет, роскошную мантию из тканей, газовую маску, штаны из тканей. У меня почему-то пишут, что кто-то без одежды. Квина, возможно, у нас... А, пятьдесят один процент штаны из ткани. Они уже сдулись. Надо будет сделать новое. У нас куча стали. У нас есть волчьи шкуры, которые никуда не пойдут. Свинокожая. Ткань мы оставим, сделаем штаны. Компоненты... У нас нет компонентов? У нас нет компонентов. У нас есть ягоды, которых восемь штук ни на что не хватит. Мы можем продать... Давайте двести пись... Ты что... А, в другую сторону работает. Двести пятьдесят ягод. Риса можем продать. Утку оставим. Они продают индюшек, но нам они незачем. Наверное, это все, чем я хочу с ними поторговать сейчас. Можно у них купить немножко... Осколочные заряды, рубашки, штаны из шкуры пантеры. Сто восемьдесят ягод. Охренеть. Нет, спасибо. Слишком дорого. Слишком дорого, черт возьми. У меня здесь пивко... Можно взять компонентов. С другой стороны, у нас дохрена их на карте, и они не очень-то нужны. Давайте просто поторгуем. И опиона перенеси серебро, когда закончишь с тем, что ты там делаешь. Квина будет в подавленном настроении. Ммм... 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 Она же психочувствительная. А, ну психочувствительная, на нее не действуют всякие там излучения и прочая хрень. И... Эээ... Тридцать дней. Охренеть. Охренеть. Тридцать дней. Гадем. Как он умер за пять часов? Мы шо его? Пять часов здесь несли через ворону. Блин, зараза. Он просто вытек. Либо они его добили. А, тридцать дней. Ну ладно. Чем мы можем ее порадовать? Мы можем перевести ее на другой режим дня. Мы можем перевести ее на фулл развлечение. И она только в хорошем настроении будет заниматься работой. И, возможно, это самый неплохой вариант, который мы сейчас можем себе позволить. О, ну как ему угадошили на самом деле. Это... Достаточно жестко. Это было жестко. Просто там с обреза прилетают дядьки все вертухи. И... Игага. Игага. О, нет. Давай мы сделаем по-другому. Давай вот это... Мы запретим тебе этим заниматься. И ты будешь готовить на нормальной плите. Спасибо. Квина, ты хорошо время проводишь. Мне теперь очень стыдно. Хорошая общая спальня. В смысле, общая. Вы че, здесь до сих пор стену не можете построить? Уфа, ты че, дурак? Ты займешься едой, когда займешься едой. Иди дострой стену. Общая спальня. Вы че гоните? Годами живете. Торговцы уходят. Ну ладно. Но проблем. Уфа достигнут уровень 4 в кулинарии. Теперь там процент отравления от еды, которую он готовит где-то, что-то около 2 процентов или 2 с половиной. Мы даже неплохо так существуем. Квина продолжает фигачить блоки мрамора. Пускай Уфа приготовит достаточно еды, чтобы удовлетворить нужды. Да, у нас достаточно еды. И теперь он должен заняться стеной и все-таки зафигачить нам в это дело. Так, по работе давайте переопределим. Ученые на третье место. Садовод на второе. Фермер этот будет на третьем. Когда будет готово с камнем? Тут осталось не так много. А пиона пойдет рубить дерево. Собрать в видимой области. Собрать созревшее. Каргопотс! А что, упало? Что это? И клва из дерева. И копье из дерева. Ну, это полное дерево, но мы можем их продать. У кого будет возможность, ребята, пожалуйста, перенесите. Уфа пошла. Спасибо. И Квина тоже пошла. Но это должно поднять тебе настроение. Ты же гуляешь. Гуляешь в ста метрах от могилы своего любовника. Как бы, что это, не поднимать те настроения? Люди за такое деньги платят. Я все-таки надеюсь, что эта стена будет готова. Нам надо будет построить... Пам-пам-пам. Такую угловую. И мы вообще в деле будем. Так, наверное, здесь можно тоже... Ээээ, здесь тоже в паре мест нельзя строить из-за того, что... Здесь болотистая местность. Зафигачим что-нибудь типа такое. И мне нужно будет, чтобы опиона вырубила... Точнее, выкопала... Такой проход. И отсюда будут они заходить. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Здесь будут стоять амбразуры, через которые... Наши ребятки будут обстреливать противников. Квина, еще по настроению? Все, не так уж плохо. Единственное, тебя смущает, что у тебя нет одежды. Но... Одежда переоценена. Мы живем в современном мире. Вообще нет. Наверное, нужно сделать... Какой-нибудь швейный стол. или как бы такую шляпу посмотрим швейная машинка 100 портного эффективность 50 процентов от обычной нам бы просто на самом деле рабочее место и чтобы она могла сделать себе штаны она умеет делать блин здесь нельзя сделать штаны до свидания папа тебе нужно три места и тебе нужно три места яйкс а у нас здесь нет каких-нибудь запасов штанов для мы все все продали неловко но мы можем замутить тунику и квина будет просто как бомжиха гонять в туники а чё на ней еще бронежилет бронекуртка рубашка из шерсти и голая манда жестко уфа как твой прогресс со стеной это это очень странно строить в такой манере но кто я чтобы осуждать кто я такой чтобы осуждать вот эту часть наверно можно так не застраивать здесь наоборот можно расшириться здесь будет импровизированный госпиталь потому что мне кажется это одна из самых лучших локаций где его можно разместить потому что здесь будет киллбокс здесь будут скорее всего в первую очередь ранены наши бойцы и здесь самое близкое расстояние до до киллбокс соответственно и до лазарета чем тащить сюда если бы у нас здесь уже были какие-то задатки лазарета можно было ригу или как там этого бомжа затащить сюда и сделать сделать нормально что мы такие чтобы делать нормально а вот камон сразу здесь закьючим делать мост для моста нужно дерево да там в основном древесина крыса сходит с ума и чё кто есть на улице уфа квина здесь опиона тут ну как бы а вот нормально опиона вышла на охоту ну ка нет но раз ты уже здесь отличная стрельба а вот это было неплохо это было неплохо перенеси крысу мы ее сожрем она как раз всего-то болела бешенством и пожалуй это то что то что мы заслужили в пищу спасибо мне нужно пиону направить а нет смотри она справляется пока ты не сильно занята перенеси выруби доставь оставшиеся залежи и забери забери результат своей работы как наши результаты мы все еще уйдем в гору мы уже близимся к двадцатке сколько дней прошло 37 дней рандомный рейди слишком слишком добра к нам я считаю за 30 дней плюс было всего два рейда это ну условно будь здорова условно рейды не могу сказать что это были какие-то полноценные подожди пока ты пока ты не пошел common sense работает смотрю он пришел в комнату где нужно разделывать мясо и он перед тем как нафигачить непонятно что он почистил пол чтобы минимизировать риск заражения принципе да да это даже функционирует почему ты говоришь что мало пищи пищи дохрена сейчас 12 блюд будет все нормально на несколько дней хватит нам в кью надо будет поставить охоту на животных можно кстати совместить сейчас приятно с полезным где ухо что за мега лак куда куда он пропал но пропал квина здесь почему я передвигаюсь в эту сторону и он пропадает я хотел направить чтобы он пострелял немножко интерфейс немного поломался я понял я был а я даже не могу escape ночь давайте перезапишем до перезагрузимся типа бывает среди больше сотни модов наверно установлены и все очень даже легко может сломаться если все сломалось будет очень неловко пожалуйста не сломайся все всего-то соточка ну штука 90 наверно не знаю да чуть-чуть понты какие-то что много модов это я еще моды с гарри поттером не установил заклинаниями всякими магами арканы фрозен мейджами там фаер фаер магами и прочих рения это вообще шутки какие но если я сейчас откачусь к прошлому сохранению я просто пойду и грузится долго значит все сломалось серьезно или нет как наш прогресс так уфа на месте квина на месте и интерфейс появился все нормально всего-то миллион модов установлено уфа я хотел у тебя 0 в дальнем бою поэтому я бы хотел тебя увлечь стрельбой в эту крысу не смей умирать мне оп отличная работа есть еще здесь какие-то звери здесь есть еще морская свинка уфа в любом случае тебе нужно прокачивать твой скилл на кой хер ты стреляешь он может ни хрена вся какая дистанция у пулемета у нас неэффективный киллбокс по его получается надо было территорию увеличивать во-первых уровень дальнего боя мне нравится combat extended то что он добавляет шкалу заряда типа нет такой херни как в стандартном рим в рим ворлде где они бесконечно могут стрелять им приходится перезаряжаться после того как обойма разрежена еще есть такие дополнительные штуки как разного рода боеприпасы мы можем его с автоматом на очередь перевести можем на одиночную стрельбу перевести ты чё передумал убивать стреляй давай постреляешь в эту мне мне интересен сам процесс мне нужно чтоб ты прокачивал уровень не более того на вскидку подавление здесь прям добавляется есть командная охота у него появился скилл а уфа я думаю этого достаточно перенеси эту морскую свинку эту не морскую мышь оба нет аквина пожалуйста я почему должен вас направлять тушить пожары вы чё гоните пожарный единиц а это не домашняя зона там ссори там ссори мы расширимся до сюда это будет домашний да у вас дома пожар сечете я возьму этот киллбокс тоже в домашнюю зону сейчас не суть аквина па-сиба уфа да перенеси эту морскую свинку пожалуйста и потом перенеси эти ягоды это будет то что нужно у нас прибавилось немного мяса не так много как могло бы быть мы можем пойти нарубить альпак но да нам пока не настолько сильно так что тебе не нравится опять без одежды темно сон на жаре я же попросил построить так ладно когда ты от медитируешь построй пожалуйста охлаждение кишечный черви у кого уфа господи за что чё у них по по лечению медицины единицы медицины 4 опиона наш лучший врач однозначно уфа черт пусть это будет медицинской кроватью отдыхать до выздоровления опиона почему-то не назначено лечить ты второй лучший врач этого мира смысле вообще в принципе лучший врач лечить уфу спасибо какие шансы боль прирост голода а и как бы и все те больше ничего не надо это это не страшно и как это заболевание типа космического спида ты можешь в принципе работать и и нормально себя чувствую да ну ладно сколько 18 градусов до прекрасного еще у нас здесь каменная стена и ничего не должно сгореть но все же ребята даже не так ребята квина опиона умоляю уфа уфа прямо сейчас это важно какого хрена он вообще идет куда-то ты чё дебил все я не хочу брать домашнюю зону эту хрень территорию вообще незачем ребята вы молодцы справились на отлично горжусь красавчики нам бы дерево из-за фигачи здесь дощат и пол что по них комнаты стали поприятнее но по-моему сон на жаре но теперь этот дебаф уйдет еда на земле это абсолютно твои проблемы что жрешь как сраное животное на земле у тебя есть кухня где ты можешь жрать где есть целых два стола один хороший один плохой и и куча стульев некоторые из них даже нормальные абсолютно твои проблемы что ты не можешь есть как человек потому что у остальных проблемы жажда химии у тебя а у тебя интерес к химии ну и это не так страшно так и чем вы занимаетесь у нас охрененные пожары вокруг кайф кайф здесь выгорит часть леса яйкс здесь вроде должно погаснуть сама вот здесь может разрастись а о со шмотками ну-ка подожди куда упал это он написал каргапотцы упали с одеждой а вот и это все ладно кто-нибудь по возможности перенесите это очень быстро реактивно сюда и и пожары вроде как затихли отлично почему вы все спите в одно время хотя один из вас вообще-то сова что дебилы ох додики давайте зарегаем на рубку дерева молчаливый сиснейк звучит как квест ну-ка здесь есть немножко дерева вот это можно добыть и вот эти еще что ли упал еще одна рубашка футболка будет запасная вождь варан камбакур лидер фракции южная великая нация просит об одолжение он хочет чтобы вы на 12 дней приутили двух морских змей мы за это можем получить передовые медикаменты нефрит гиперткань серебро или репутацию от их деревни что такое сиснейк просит об одолжение его друга била интересует изучение других культур он хочет чтобы вы приняли его у себя на 22 дня один день остался мы можем его принять у себя за 11 передовых медикаментов дам дезертир бежит вы че так много подождите у нас уже прибавился товарищ дайте я поставлю на паузу мне нужно вникнуть бежит и зовет на помощь ее преследует отряд военной полиции черный доминион за дезертирство она хочет присоединиться к вашему поселению опиона располагает информации об имперском я все понял это не суть и если вы примете то вы испортите отношения окей нападет один пехотинец подожди подожди это же с опионой мы же ее уже приняли а он будет здесь висеть пока не истечет время и хаван поста он там через год расформируется я понял поэтому активная до сих пор молчаливые сисныки мы можем взять еще передовых медикаментов но надо ли нам больше а чем они питаются кто это таки да давайте примем квест еще один капсулы прибыли сиснейк я не знаю что это за хрень еще к нам прибыл в ее который будет учиться у нас всему легкая боль ему темно он не может делать ничего ну он даже не может общаться еще минус 2 общения он просто отвратительный еще он ханжа не выносит вид человеческого тела он будет сильнее расстраиваться на сервану одежду что нам надета туника пуховик первобытный рюкзак у него есть короткий лук но конечно же он не будет его использовать а нет он кстати хорош в ближнем бою у него шрам от пули который влияет на работу которой он не умеет заниматься и и как бы да мы можем разместить его в этой комнате на данный момент она отвратительная очень маленькая но дядь у нас нет выбора делать ты все равно ничего не умеешь что то он умеет его можно отправить охотиться на каких нибудь крыс и возможно даже сможет их убивать он не может делать простую работу он не может делать любую работу но он может охотиться все же мы его действительно можем направить на охоту и давайте так и сделаем вею почему ты вообще ничего не умеешь делать да занимайся развлечением добивай отдыхай лечись ты чмо я могу так сказать но как бы тоже говорит это сын вождя пусть сделает что хочет абсолютно плевать на него а вот они сиснейки что это за хрень отвратительно это рыбы что это что это подожди а чё это за херня а чё они едят овощи фрукты сырое мясо семена блюда обработанная пища спиртное комбикорм мне что для вас еще готовить давайте просто ограничим их какую-нибудь зафигачим новую зону да пусть будет этого цвета зона которая будет для животных чё это за крестик я не знаю мы возьмем эту зону 2 и ограничим пусть они тусят здесь но не тусят где ловушки вот хотя можно сделать чтобы они могли вот этой тропой ходить пусть шарятся едят нашу еду да будем еще по моему здесь дофига ягод созрела мы можем собрать созревшие ягоды и нормально голод кого уфа ну иди поешь как бы в чем проблема съешь простое блюдо и иди спать обжор стык вина все-таки у нее случился припадок мы можем ребята с ножами ребята с ножами но мы можем переключиться анармд анармд атаковать в рукопашную и это немножко потрепает броню конечно но это должно и успокоить ребята еще уровень ближнего боя повысят все кстати все апнулись а то она ствол достала отлично отлично спасибо большое ребята лечить к вину ты можешь лечить себя наверное что она что ты делаешь ты лечишь себя у тебя все нормально у квины да тоже все нормально в принципе все это безымянный палец правой руки чуть не оторвали на у уфа спасти квину спасибо отличная работа немножко жестоко но мы вообще-то в рим где по мягкому не бывает куча ушибов на которые абсолютно плевать уфа ну и все и квина уже здорово она сама заберет свое барахло да да все все отлично сильная боль это это пройдет новость о войне нас не особо интересует а капсулы мы приняли блин было бы интересно получить животноводство на этих змеях но у них требуемый навык четыре а у нас по моему в животноводстве ни у кого нет навыка вообще больше единицы в принципе 0 1 3 тоже недостаточно а этот вообще ничего делать не хочет в принципе на сколько он к нам поселился я что-то забыл на 22 дня на 22 дня надо следить чтоб он не сдох давайте квине поменяем распорядок пусть она ну займется растительностью и наверное нормально нам нужно сделать места для животных electrons оуууууу спальное место для животных и пусть они спят здесь например вообще неважно охотника нет оружия дальнего боя а куда подожди куда-то тело свою винтовку тыша youtube и этаж я их переключил там сарим am sorry я не хотел вас переключать все нормально спасибо за подсказки мимолетные в уфа пассивы лечишь квину качаешь скилл лечения какой кстати почти двоечек а подожди а почему не улучшается потому что это опиона лечит конечно у которой 4 вообще не отличая да они все в сером на на космическом белье роботизированным выглядит абсолютно одинаково для меня наверное рогачка стоит убрать уфа как приготовишь почисти эту комнату пожалуйста что ж нам предстоит некоторое время провести в компании этих змей а если быть точным 12 дней 12 дней и еще десятку сверху свею которые ничего абсолютно не абсолютно не просто хорошо проводит время еще у него постоянно болит от боли шрам от пули левое плечо болит ух это будет интересное приключение квина как обстоят дела с твоими травмами боль все еще сильно ну прости как же они отметили ли я убийцы только она выспится она отправится собирать ягоду сажать рис собирать кукурузу которая почти созрела и мы будем будем просто в шоколаде в рисе условно но за тоже неплохо уфа почему-то блеешь а кишечные черви точно я забыл срок лечения стекает через 19 часов качество лечения 15 как долго они еще тебя будут мучить неизвестно да ладно было неплохо если ты конечно рогачку за собой убирал это бы облегчил нам жизнь ребята я считаю что часового видоса вполне себе достаточно для возвращения большое спасибо за то что вписались в мое прохождение в мире rim world а уфа зачем ты тип приспичивал вот сейчас да надо пол построить вот прям счастье надо было пионе испортить сон огромное спасибо ребята обязательно ставьте лайки и пишите приятные комментарии это очень помогает и вы знаете вы знаете тему не забудьте вступить в дискорд чатик чтобы всегда быть в теме того что происходит с каналом еще раз огромное спасибо с вами был джонни специально для канала joywire желаю вам всего хорошего ребята и пока